Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Сегодня я хочу снять интересное видео, взять интервью у одного зрителя своего канала, который достаточно давно подписан. Мы как бы с ним дружим. Человек пишет музыку, причем вы эту музыку слышите уже последние несколько месяцев. И судя по вашей реакции, музыка вам нравится. Ну а теперь наступило время представить этого человека и взять интервью, потому что он реально интересный человек и музыка не очень хорошая. Саш, тебе слово. Представься. Тебя зовут Александр Полтораков. Да, это твое настоящее имя, не псевдоним, да? Живу в городе, в пригороде города Красноярска, город Сосновогорск, Сибирь. Ну, сколько тебе лет? 30 лет. Самый расцвет сил вообще, самый расцвет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пишешь ее сам? Полностью вот... Пишу сам, пишу слова тоже, но не пою. Не поешь. Слушай, а я вот смотрю, у тебя там в углу стоят две гитары, если разглядел, да? Да. Ты играешь, ты играешь и на электро, и играешь на акустике, да? У меня тут ещё бас-гитары висит на стене, рядышком. Скажи, а ты музыкант профессиональный или любитель? Как ты себя относишь? Ну, как сказать, любитель, скорее всего. Такого ничего не заканчивал. Просто ходил с детства на гитару и потом продолжал. Была своя группа, выступал в Красноярске. Пока в институт не поступил. О, то есть высшее образование есть? Не закончил немного. А по какой специальности? Инженер-геодезист. То есть в России оказалось, что в Красноярске эта специальность не востребована? Ну, если только в авторе, то там есть оплату, чтобы принесли деньги. То есть перспектив мало, работать инженером-геодезистом? Ладно. Работы вообще тут нет. В Красноярске. Хорошо. И как давно ты музыку начал писать? Да, музыку начал писать лет с 15-ти где-то. Да? Писать песни. Ну, сначала такое простенькое, что-то было. Ну, сразу со словами. Как-то так получалось. Потом как-то большой перерыв был. Как-то отошло это маленько. Ну, года два назад опять взялся за это вот. То, что в твоих роликах звучит, это вот за последние годы. То, что ты его получил на канале и на сцене. Ну, музыка, я хочу сказать, отличная. Отличная музыка. И в качестве фоновой она идеально ложится на видео, на некоторое. Особенно, когда речь идет про поездки, когда дорога какая-то, меняется ландшафт. Она прям вообще ровненько так ложится. Я тебе хочу сказать повторю. На дороге мне тоже вот понравилось. Под видео хорошо подходит. Так, хорошо, идем дальше. Ты музыку пишешь на компьютере или у тебя нотная грамота? Ты умеешь еще писать ноты или как у тебя все это получается? Ну, я писать умею, но пишу программа на маке GarageBand. Самая простая такая. Я много перепробовал, но больше всего нравится. То есть ударные, допустим, какие-то клавишные, выставляю там по моду. А бас-гитару и гитару, соответственно, уже записываю. То есть ты вживую? То есть, грубо говоря, берешь часть музыки, сэмплы какие-то, прописываешь чисто вот там клавишные, ударные, это компьютер, а потом берешь, проигрываешь и уже накладываешь свою гитару? Ну да, либо наоборот гитару сначала записываю уже сверху, агрессовываю барабанами и антизаторами. То есть, подожди-ка, вот эта вся гитара, которую я сейчас слушаю, ну и мои зрители тоже, это вся гитара живая? То есть это не компьютерная гитара, это натуральная гитара? Нет, это все живое, но сыгранного дома записываю. Слушай, слушай, я хочу просто поаплодировать. Я, честно говоря, в начале думал, что это чистый, как бы, компьютер, но если это, как бы, реальная гитара, это очень круто, это реально очень круто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, смотри, я от тебя буквально сегодня получил готовый диск, который у тебя есть. Вот, получается целых 22 песни. Осталось только найти какого-нибудь художника с канала, который бы тебе сделал бы оформление. Вот, ребята, кто смотрит мое видео, да, я, естественно, выложу контакты Саши. Помогите товарищу, давайте сделаем хорошее оформление его диска, и вполне вероятно, что диск реально достойный, то есть вот музыка, которую на канале слышали, они реально хорошие, хорошо саранжированы, это нормальный, хороший коммерческий продукт. Поэтому, если это сделать в виде диска, я думаю, что твои контакты я приведу в описании видео. Кто хочет заказать напрямую, можете вот у Саши заказать диск и немножко поддержать музыканта, потому что, как вы знаете, в России музыкой особо не заработаешь. Может быть только в крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, может быть там, не знаю, какая-нибудь там Тверь, не знаю. Даже затрудняю сейчас сказать, где сейчас остались еще востребованные лабухи, которые есть обычно корпоративы, обслуживатели по клубешникам играют. Но на самом деле судьба музыканта в России, она не завидна. То есть вот, кроме того, что как озвучивать процесс пищеварения и на каких корпоративах подыгрывать, то есть, как правило, пробиться наверх практически невозможно, потому что там все теплые места уже давно забиты, и людьми из определенной сексуальной субкультуры влезть туда практически нереально вообще. Скажи, что я не прав. Все правильно, Василий. Все так же. Как, кстати, у вас к музыкантам относятся в городе вообще? Да никак. То есть никакой подработки нету, куда-то там, не знаю, устроиться там, озвучивать пищу прием или еще куда-то крайне сложно? Такого ничего нет. Тут одна группа. У нас ребята собрались, такие доволен уже в бодрости. Тоже назвали меня. На бас-гитару ходил, пробовал. Ну, как бы инструмент не мой, я не могу там, они играют. То есть камеры, песни переделаны. Я хотел свои продвинуть. То есть они этого не хотят. Ну, бас-гитара тоже как бы маленький инструмент. Там для записи своих песен я могу ее записать, а постоянно на ней как бы мне это неинтересно. Ну, не бывает, что-то какие-то выступления. Ну, тоже это бессмысленно вообще-то. То есть не серьезно? Нет, нет, конечно. Хорошо. Ну, а насколько я помню, изначально, когда мы с тобой познакомились, ты вот выкладывал свои произведения на вот этот SoundCloud вроде бы, да? Ты только на этот ресурс или с какими-нибудь еще пытался сотрудничать с сайтами, которые хоть как-то… На этот ресурс и пока выкладывал так, проверить вообще, для народа не будет интересоваться. Ну, опять же, это надо же как-то прорекламировать все это. Чтобы кто-то заметил и стал покупать. Ну, то есть там тоже никакой прибыли оттуда не было. Там, в принципе, долго не было, но это не было. Ну, а на какие-нибудь лейбы послать свои пробники? Не пробовал, не думал на эту тему? Ну, сейчас вот этот альбом подготовил. Я его маленько еще там подрихтовал за эти три дня последние. Вчера туда вчера. Немножко подизменил какую-нибудь, что-то под удлинил песни. Сейчас, думаю, попробовать, да, какой-нибудь лейбом все-таки отправить. Может, что-то получится. Ну, тогда что, я контакт твой приведу в описании видео. Если кто-то из художников откликнется, помочь тебе напрямую свяжется. Опять же, когда диск у тебя готов, практически, ну, даже можно и без вставки. Ты сам же можешь нарезать. Расписаться на диске, так сказать, будет авторский хендмейт такой. Отправить желающим по почте в России, там, не знаю, еще куда-то. Можно попытаться, если, когда диск будет сверстан, на Амазоне его выложить. Может быть, кто-то в Америке захочет его. Опять же, зрители моего канала, кто живет в Америке, заказать этот диск. С Амазона вполне это возможно будет сделать. Потому что музыка неплохая. Такая хорошая музыка для машины, для езды. Поставил себе и... Я не могу сказать, что она хуже, чем то, что я там слышал, чем то, что я там покупал, к примеру. Чисто такая дорожная музыка. Вполне, то есть... Так что тебе обязательно нужно этот диск доделать, дооформить и, соответственно, куда-то его послать. Потому что, ну, у тебя это аванс, реально. То есть это... Я редко с кем беру интервью. У меня на канале есть еще один человек, с которым я дружу. Серж Капона, Серега такой у меня есть. Вот. Диск они уже сделали. Я сейчас тебе покажу. Ну, вот он Дисок, который... Музыка, которую вы уже слышали. Это Страул Хэт, его был проект. Он играет в таком стиле, как дизель панк. К панку никакого отношения не имеет. Просто это визуализация того самого дизель панка, который вы видели там. десятилетия. Фильмы в этой стилистике и так далее. Ну, ближе к гранжу такому. С элементами индустрии. И они вот с Максимом. Тут у меня такой тоже зритель канала комикс рисует. Сделали вот такое оформление. Тебе тоже покажу. Получился двойник. Там сами диски. То есть сам диск вот с музыкой. Получилось у него тут практически на две стороны. И второй дисок у него с клипами. Клип, который он сам делает. Тоже, значит, человек оркестр. То есть он сидит сам у себя, пишет. Вот. Но он, правда, поет. Он поет на английском языке. И для чего мы это сделали? Я сейчас начал рассылать вот этот дисочек по американским компаниям звукозаписывающим. Пока, к сожалению, никто не откликнулся. Вот. Но я буквально прошел месяц, как я начал этой темой заниматься. И у меня сейчас за наплывы приезжающих Омаха просто нет времени. Чтобы плотно так вот сесть и 50 комплектов разослать и добить это дело до конца. Вот. Ну, я не оставляю надежды. И вполне вероятно, что если ты такой же дооформишь дисок. Смысл, смысл определенный есть. Может быть, кто-то из этих компаний и откликнется. Потому что и Сергей, он хороший музыкант. И Максим тоже художник, там тоже нормальный. Он комикс рисует. Но живет он, кстати, в Новосибирске. Ситуация, ситуация аховая. Талантливый человек, рисует комиксы, не востребован вообще никак. Сидит без работы. Ну, хорошо. Я так понимаю, что ты музыкант. Ну, а какая твоя основная работа? Вот в городе Красноярске, в Пригороде. Куда тебе удовольствие устроиться? Чисто ради интереса, чтобы люди просто узнали. Потому что у меня есть определенное количество зрителей, которые утверждают, что работы в Российской Федерации навалом. Что если у тебя голова работает, и если ты что-то умеешь делать, то тебя работы просто завалят прям по самые, не знаю, уши там. И будут сулить большие деньги. Может, весна, она бесплатная практически. Бесплатная работа – это что-то новенькое. То есть, такая тоже есть. Практически бесплатная. За копейки там она есть, конечно. Но у вас как в городе с работы обстоит? То есть, устроиться сейчас сложно или невозможно? Ну, я третий месяц, честно, ищу. Ну, просто ничего нет. То есть, ты без работы сейчас сидишь? Да, без работы. Вот так, ребят. Человек сидит без работы. Талантливый музыкант, сидит без работы. А по какой профессии ты работал? Да, работал тем, как и работал. И водители, и экспедиторы, и зав. склады всякие. И менеджеры по продажам там. Все, что можно. Все цеплялся. И что сейчас? Никаких предложений в городе нет? И даже в самом Красноярске тоже? В Красноярске тоже там выходит на дорогу, вычитаешь деньги на все это, на еду и получается, ну, опять же, там, 12 тысяч. Подожди, 12 тысяч это заработок? Да, есть, 15 тысяч, 12 тысяч. 15 тысяч рублей имеется в виду? Да, конечно. Это месячная зарплата? Да. Подожди-ка, что же это получается? Это 12 тысяч рублей? Это, чтобы мне сейчас прикинуть, это что-то 200 долларов, что ли, 250 получается, да? Да. Не ошибся, да? То есть где-то 250 должно получаться долларов, да? Ну да, да, я не знаю. Подожди, а на это возможно прожить? Выжить можно? Прожить, наверное, нет. Да, ну извини за вопрос, кстати, просто я очень давно уехал из России и просто сейчас не представляю, какие у вас там цены и что у вас там. То есть так смутно до меня информация какая-то доходит, иногда некоторые люди присылают фотографии ценников, вот этих наши пищевые там товары и все прочее. Я, естественно, прихожу в шок от этого, но что вот так все плохо, конечно, для меня это немножко дико, то есть вот, что такая зарплата, то есть вот 250 долларов в месяц, это за пределами его понимания. У нас в США самая минимальная зарплата несквалифицирована, то есть это надо быть дебилом, чтобы просто прийти в супермаркет и в конце рабочего дня по полкам товар раскладывать, вот. Без знания языка вообще. Эта такая работа стоит приблизительно 9,5-10 долларов в час. Или там в пределах 11 долларов ты выходишь на завод и тупо берешь с конвейера гамбургеры и кладешь их в коробочку. Вот, берешь и выкладываешь в коробочку. Эта работа стоит 11 долларов в час. Опять же, всякие там соцпакеты и прочее, ну, за выслугой лет, соответственно, все это потом начисляется, то есть, чтобы ты просто понимал, то есть, это работа для вот, откройте я дома, вот, понимаешь, то есть, для людей, которые вообще не хотят ничего. Да, которые языка не знают, которые вообще ничего не хотят, естественно, что есть люди, которые идут обучаться, получают профессию, становятся электриками, специалистами по кондиционированию, автомеханиками. Автомеханиками, кстати, получают от 35 долларов в час. Я ходил с одним человеком на ярмарку вакансий, буквально это было полгода назад, наверное, у него языка нету. Он сказал, я автомеханик, они говорят, да не вопрос, это вот сетевая компания, там, Firestone, кажется, они говорят, приходи к нам, мы тебе даем тестовую работу. Если ты эту тестовую работу выполнишь, мы тебе берем на 25 долларов в час, потом, если ты покажешь, что все хорошо, 35 и выше, зависимости от твоей квалификации, что ты умеешь делать. То есть, сходу предложение было. У него языка вообще не было, то есть, но он профессионал в своей области, то есть, он мог спокойно, там, машину, которая мертвая, там, и не может вообще ничего делать, запустить ее, она начинала работать, то есть, вот. Ну, понятно. То есть, есть, если ты квалифицированный специалист, в Америке это востребовано. Кстати говоря, диадезис здесь тоже неплохо получать, но необходимо пройти обучение. Ну, туда же пошло. Обучение, диадезис, там, там, учиться. Вот. Такая история. Ну... Я еще платирую сейчас, мне просто здесь все так достало. Я просто в Америку, в США собирался давно, как бы, хотел переехать. Это вообще, как бы, с детства мечта. Ну, просто сейчас все так достало. У меня есть, как бы, возможно, в Германии в мире. У меня дед немец. Сейчас начал этим вопросом заниматься. Дед немец, переселенец или настоящий немец? Ну, переселенец, скорее. У меня родственников там много живет. О, понятно. Ну, если есть возможность в Германию, тогда, конечно, тебе имеет смысл напрячься в этом направлении, потому что, с моей точки зрения, перспектив у тебя в Российской Федерации нет вообще никаких. Ну, в связи с этим могу только обратиться к зрителям своего канала, тем, кто находится в Красноярске или в районе к этому населенному пункту близком. Если у вас есть какие-то варианты с работой, вот, в описании этого видео киньте какой-нибудь линк, потому что, ну, хотелось бы, Саша, помочь. Вот. Я не знаю, можно ли вообще реально что-то найти интересное, и хотя бы хоть как-то вменяемо оплачиваем его в вашем регионе. Но, если у вас есть информация, пожалуйста, пишите, потому что, ну, человек талантливый, а сидит без работы. Вот. Когда ты там в Германию соберешься ехать, это еще пройдет много и много времени. Вот. Вот такая вот история. Ждем ваши вопросы на это интервью. Немножко оно только получилось скомканное, неожиданное, но, тем не менее. Вот. Может быть. У меня еще пять утра еще. Не проснулся еще. У меня уже практически пять вечера. Уже пора спать. У меня сегодня день лентяй, потому что очень много приезжает людей в этом месяце в Омаха. Я просто последние две недели на видео забил и занимался просто подготовкой их приезда. Надо было апартаменты смотреть. Одни вопросы решить, другие вопросы решить. Сейчас ребята вот приехали в Нью-Йорк, взяли машину в прокат. Вот. Приехали без навигатора. Забыли взять с собой навигатор. И фактически они едут с одним сотовым телефоном. Вот. У которого не было интернета, надо было его донастроить. Вот. Я цель указывал, как им из Нью-Йорка сейчас выехать и ехать в направлении Омаха. Я их ожидаю к понедельнику. Вот. Это целая эпопея. Так что, возможно, даже с ними интервью возьму вот в понедельник, когда они приедут. Если они будут в нормальном состоянии немножко, там, нужно будет им дух перевести. Потому что, представляешь, вот ехать из Нью-Йорка до Омаха, да, практически из центра США. Это целая экспедиция получается. Вот. Так что, ждем ваши вопросы. Возможно, в следующий раз возьму еще одно интервью. Более лучше подготовимся. Может, если еще раз ты свою технику подключишь, там, сыграешь что-нибудь, чтобы люди послушали как-то в живом режиме, да. Потому что сейчас как-то у нас скомхано все это получается. Интересно было. Ну, и, соответственно, я думаю, что вот эти вот, твоя музыка в ближайших видео будут тоже, соответственно, ее включать. Но вы теперь знаете, кто автор. Вот он, Саша. Вот. И дисок он закончит сейчас, и можете диск у него заказать. Хорошего всем дня, вот. Хорошего вам всем выходных, и здоровья вам и вашей семье. Удачи! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»